Это кадры с домашних игр Динамо Алтай. Полные трибуны болельщиков. Титов-арена в играх плей-офф собирала по 4 тысячи на каждую встречу. Сами хоккеисты отмечали, побеждали в том числе благодаря мощнейшей поддержке. Но красноярские рыси не дали нашим пройти дальше. Болельщики расстроились, однако горевали недолго. С удовольствием вышли на лёд, чтобы сразиться с кумирами. Правда, места в команде хватило не всем. У меня очень дикое желание поиграть в конце сезона, уже второй год, за команду болельщиков. Я найду обязательно способ, как попасть в команду болельщиков. Это сближает как-то родной город, родная команда. Я думаю, это подпитывает интерес к следующему сезону также. Те, кому всё же удалось составить конкуренцию команде мастеров, оказались под крылом министра спорта Алтайского края. Алексей Перфилев играл под 14 номером. Отметил, что такие матчи идут на пользу обеим противоборствующим на льду сторонам. И хоккеистам, и болельщикам. Ведь, по сути, они одно целое. Это и традиция, это и популяризация, видите. Люди на трибунах, значит, всё правильно. Хорошее мероприятие два года назад, кстати, поменьше было. Значит, правильный сезон. Всё правильно делаем. Да больше людей должно быть и на трибунах, и на площадках. Всё нормально будет. Нормально всё было и с голевыми моментами. Причём не только со стороны профессионалов. К началу второго периода счёт на табло был 4-2 в пользу Динамо Алтай. За следующую 20-минутку команда болельщиков смогла забросить ещё три шайбы. Но выиграть матч им так и не удалось. Счёт по итогам матча 8-5 в пользу профессионалов. Степан Жданов, капитан Динамо, остался доволен игрой тех, кого обычно видят лишь в секторе ледовой арены. В целом, хорошо преданные люди хоккею вышли, поиграли с нами в хоккей. Нам приятно, я думаю, им тоже. Все довольны. Когда эти две команды встречаются, это важно. Уважение друг к другу. Я считаю, это прекрасное мероприятие. И мало в каких командах такое проводится. А между тем, болельщики запустили в интернете флешмоб с просьбой выделить деньги их любимой команде для участия в высшей хоккейной лиге А. Действительно, все хотят. Вот в этом все хотят. Сейчас надо немножко разобраться. Потому что болельщики, конечно, уже давно заслужили. И были непростые времена раньше, когда, наверное, заслуживали. Но были какие-то обстоятельства, которые всё время мешали. Сейчас уже на кончике пера это решение. На сегодняшний день вопрос о переходе «Динамо Алтай» в ВХЛА остается открытым. По словам капитана команды Степана Жданова, более точная информация появится в мае. Артём Гусельников, Николай Шелко. День с толком.